С введением нерабочей недели и режима обязательной самоизоляции пассажиропоток в общественном транспорте заметно снизился. Компания Дом Трансавта обслуживает шесть маршрутов, связывающих Ленинский городской округ с Москвой. Их автобусы продолжают ходить по обычному расписанию. Сейчас наличные к оплате проезда не принимаются. Пассажиров просят использовать транспортные или банковские карты. Денежных средств, чтобы меньше их трогать и все остальное, продавали карточки тройка, стрелка вот эти вот. Для людей, чтобы они пополняли их и производили бесконтактную оплату проезда. Карту стрелка можно приобрести у водителя. Сейчас они берут с собой на маршрут от пяти до десяти карт. Их стоимость составляет 200 рублей, из которых 120 остается на балансе. Плюсов использования у стрелки много. От скидок на поездки до удобного пополнения. С 26 марта по 14 апреля в общественном транспорте бесплатный проезд для людей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников и студентов приостановлен. Некоторые водители интересуются у пассажиров, которые входят в группу риска, куда они едут. Ведь понимают, сейчас нужно оставаться дома. Там бывают бабушки, которые говорят, что с больницы едут. Некоторые есть, которые на работу ездят, люди. В настоящее время в автобусах людей крайне мало. Однако для немногих, кто вынужден пользоваться общественным транспортом, водители продолжают работу. Но уже в масках и обрабатывая салон специальными средствами на конечных остановках. Александра Столярова, Константин Брылов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok